Здорово, это Шамшурин. Давно не появлялся, что-то тут отдыхал. Смотрите, ребята, суть видео в следующем. На мой взгляд, существует три типа мужчин основных, которые я вот для себя выделяю. То есть общаясь с теми, с кем я сейчас общаюсь в Москве, с теми... Или не общаясь с теми, с кем я общался раньше в Самаре, то есть там, потому что как бы очень сильно изменился круг общения. То есть там осталось очень много парней, с которыми я перестал общаться по причинам того, что мне не о чем с ними стало разговаривать. И не потому, что я зазнался, да, там, или зажрался, а потому что они остались на том уровне, где они и были. Так вот, смотрите, первый тип мужчин, на мой взгляд, это те, которые смирились с тем существованием, которое у них уже есть. Я говорю сейчас в среднем о парнях, которым в районе тридцатки. И история такая, что у меня есть такие знакомые даже, то есть им по тридцать, они работают где-то на заводе или в какой-то такой организации. Понятно, что кому-то нужно работать на заводе, кому-то нужно работать руками, я согласен, но они уже ничего не хотят, они просто живые трупы. То есть у них нет ни планов, у них нет ни целей, у них нет каких-то амбиций. То есть они знают, что их жизнь... То есть для меня очень страшно, когда я знаю, что завтра будет то же самое, что и сегодня. То есть когда мне некуда расти, для меня это критически страшный момент. То есть мне все время нужно чего-то ждать. Эти парни уже ничего не ждут. То есть это люди, которые получают свою получку, ну, например, там, 20 тысяч или 70, неважно сколько. И, соответственно, они... Они знают, что через год или через 5 лет или через 10 лет будет то же самое. И то есть фактически у них их жизненный сценарий прописан до самого конца, до самой пенсии и так далее. Это на самом деле очень печально. На мой взгляд, эти люди, они как бы умерли внутри, потому что снаружи они как бы живые, они шевелятся, они двигаются, но знать, что ничего не изменится на протяжении всей твоей жизни, мне кажется, это смерти подобно. И это очень печально. То есть это первый тип людей. То есть они, смотрите, как бы что их отличает. Они перед сном смотрят телевизор, какие-то приколы ВКонтакте, что-то еще. Ну, то есть вместо того даже, чтобы посмотреть на какие-то свои мечты или что бы им хотелось, там, яхту, дом, не знаю, в Испании, какую-то крутую тачку, тест-драйв, какой-то машины, мотик, что там, не знаю, куда-то съездить в путешествие, каких-то там, не знаю, звезд, футболистов. То есть что-то интересное, что-то, что может их замотивировать, они это не смотрят. Они смотрят в основном телек, то есть они смотрят кино, потому что ты там проживаешь чужую, другую жизнь, и мозг в это время не работает. А смотреть те вещи, которые хочется, машины, дома, квартиры, там, не знаю, красивых женщин, хотя, опять же, не в деньгах счастья на самом деле. То есть смотреть эти вещи, это больно, потому что ты понимаешь, что тебе уже тридцатка, тебе уже ничего не хочется, ты уже попытался пару раз в свои 25 что-то изменить, но не получилось, поэтому как бы лучше я буду смотреть телевизор. Так вот, это первый тип людей. Есть второй тип людей, которые что-то хотят якобы, да, но они ничего не делают для этого. То есть они пытаются два раза, три раза, может быть, то есть они делают попытки, потом они себя успокаивают, что ну я же пытался, я же там хотел открыть бизнес, я же там, не знаю, открыл какое-то свое дело, я подошел к девушке, я попытался построить какие-то отношения с женщиной, то есть у меня что-то не получилось, поэтому я вот сейчас работаю здесь. И у них любимое слово такое, ну неплохо было бы, классно было бы, то есть я бы хотел, но уже вот все. То есть это второй тип людей, которые все-таки чего-то хотят, которые завидуют остальным, которые, ну как бы они прям вот думают, вот да, неплохо было бы, я бы хотел, но они ничего для этого не делают, и они считают, что тот мизер, который они сделали, он достаточно. Ребят, этого недостаточно. То есть второй тип людей, это, скажем, те завистливые друзья, которые остались в вашем прошлом, если вы хоть немножко что-то в жизни добились, и они говорят, о, тебе повезло, ты молодец, там у тебя то-то, у тебя то-то, тебя устроили, тебя протолкнули, пропихнули и так далее. Мы тоже хотим, но у нас не получилось. Вот это второй тип людей. Они якобы хотят, они сделают 2-3 попытки и останавливаются. Ну и есть, соответственно, третий тип людей, которые никогда не останавливаются, то есть те, которые хотят и стремятся к своим целям, те, которые что-то делают, тех, которых невозможно сломать, тех, кого невозможно нагнуть. То есть как бы судьба меня не загибала лично или моих каких-то знакомых и друзей, я все равно буду вставать и продолжать идти дальше, потому что я прекрасно понимаю, что если я сдамся, то будет только хуже. Как бы... Весь прикол в том, что я уже видел, как выглядит другая жизнь, как выглядит другая сторона той жизни, в которой, как бы, моя жизнь начиналась. То есть я начал свою жизнь в деревне, в очень небогатой семье, но, с другой стороны, сейчас я знаю, что есть яхты, есть путешествия, есть красивые женщины, есть, опять же, одна, там, самая любимая. Есть... Не знаю, есть огромный и целый мир. И знать об этом, о том, что есть этот мир, и не предпринимать никаких попыток к тому, чтобы его увидеть, к тому, чтобы взять оттуда то, что тебе хочется, то, что... Ну, почему у кого-то есть что-то, а у меня этого нет, для меня это смерти подобно, для меня это очень больно. Поэтому я буду бесконечно предпринимать попытки улучшать свою жизнь. Как-то так, ребят. То есть вот есть три типа людей. Я вам искренне советую, чтобы вы общались или хотя бы стремились к тем людям, которые относятся к третьему типу людей. Я сейчас говорю это без лишней скромности, что я также относительно кого-то из моих друзей чувствую себя мудаком постоянно, да, но... Как бы они все время тянут меня наверх. То есть находясь рядом с ними, я чувствую себя так, что, блин, мне надо тоже туда же. То есть они лучше меня, они выше меня, они сильнее меня, они прокачивания меня, они богаче меня, они успешнее меня и так далее. То есть и это меня тянет. Ребят, если вы застоялись, если ничего не меняется, то есть такой простой и легкий тест. То есть как понять, ну, к какому типу ты относишься, да, как понять, надо тебе вообще что-то менять или уже, наверное, поздно, уже не надо. То есть можно сделать следующее. Просто бери бумагу сразу после просмотра этого видео и напиши себе, что изменилось в твоей жизни за последние два года. Доволен ли ты своей жизнью, доволен ли ты тем, той динамикой, с которой она движется. Что поменялось, например, выбери для себя самые важные аспекты, там, финансовую составляющую, личную жизнь девушек или девушку, какие-то отношения с родителями, с семьей, может быть, карьеру и просто напиши себе, что поменялось за последние два года. Если ты поймешь, что много чего поменялось, ну, наверное, все не так плохо. Если ты поймешь, что ничего не поменялось и что жизнь какой была, такой и осталась, то, наверное, ты относишься к первому типу людей, и даже, может быть, ты это вдруг осознаешь, потому что мозг твой не хотел в этом признаваться до сего момента. И опять же, смотрите, что могу сказать. Я лично хочу и могу помочь вам решить вашу проблему с женщинами. То есть, я считаю, что женщина – это самый лучший мотиватор. С женщинами… Женщина – это такая же лакмусовая бумажка, как, в принципе, и все, любая ситуация по жизни. Если ты сдаешься, если ты не проявляешь настойчивость, ты такой женщинам или женщине не нужен. Женщине нужен самый сильный мужчина, самый настойчивый, самый несгибаемый, самый непобедимый, не сдающийся. И это отличный мотиватор. То есть, если ты понял, что ты относишься к первому типу людей или даже ко второму типу людей, и тебя ничего не движет, и ты не движешься, я предлагаю тебе сейчас начать решать вопрос с девушками, потому что, решив этот вопрос, все остальные вопросы начнут дотягиваться, подтягиваться и, соответственно, идти вслед за ним. Для этого я и предлагаю тебе прямо сейчас перейти на сайт, который ты видишь ниже под этим видео, потому что сегодня, вот в данную секунду, когда ты смотришь это видео, мы открыли продажи, которые будут продолжаться всего 3 дня. То есть, продажи книжки и книжки с флешкой. То есть, если ты уже приобретал мою книгу, отличная возможность приступить к практике и начать менять свою жизнь, перестать быть тем человеком первого или второго типа, о котором я рассказал. Ты можешь приобрести отдельно флешку, которых осталось очень мало, еще раз, количество очень ограничено. Мы просто собрали остатки. Ты можешь приобрести книжку, если ты ее еще не приобретал, либо полностью комплект и книгу с флешкой, и книгу с флешкой, соответственно. Ссылки под этим видео еще раз. Я, может быть, не смогу решить какие-то твои финансовые проблемы. У меня у самого недостаточно компетенции. Но я не сдаюсь, я пытаюсь решить свои. И когда я научусь этому, может быть, я буду рассказывать тебе о деньгах, о бизнесе и так далее. Но я точно знаю со стопроцентной уверенностью, что та флешка с практикой, которую ты можешь приобрести, если, конечно, успеешь за эти 3 дня, она может стопроцентно решить твои проблемы, то есть твою ситуацию с женщиной. Потому что многие не признают, что это проблема. Они считают, что у них все в порядке. А женщина, опять же, это лучший мотиватор для любого мужчины. Поэтому увидимся на практике. Хорошо подумай, к какому типу мужчин ты относишься. На связи был Шамшурин. Пока.